Привет, мои искушённые ценители высокой поэзии сталкерского моддинга. Сегодня у нас третья, и она же финальная часть приключений наёмника по кличке Зверь. Запасайтесь щеком и печеньками, а я пока пущу заставку. Вторая часть закончилась тем, что дегомотные воспоминания на кордоне прервались нашим возвращением в суровую реальность. Где наших ребят и зверя скрутили наймы. Тот, что по центру обшминал карманы и забрал дешифратор. Также он толдычит что-то об артефакте компасе и ставит ультиматум. Мы отдаём его, и тогда на всех оставляют живых. Если нет, то пидор ответ. Естественно, ни о каком компасе никто не знает, но тесак остаётся непреклонен, и обстановка накаляется до предела. Бром, завали одного из них. Блядь, сейчас, секунду. Нас снова глушат, и теперь мы предстаём перед нашим старым другом в скобках мразью. Ну что, животное, жить тебе стало считанные минуты. Ну, раз у меня осталось несколько минут, то самое время зарубиться в Red Shadow Legends. Raid — это пошаговая коллекционная RPG, в которой ты можешь собрать под своим началом армию из более чем 500 чемпионов, где буквально каждый из них имеет свои навыки и способности. А в совокупности с миллионом артефактов для экипировки, ни один ваш чемпион не будет похож на другого. А ещё, помимо смартфонов, игра вышла и на ПК, и как мобильная версия она абсолютно бесплатна. Давайте откроем загадочные осколки и посмотрим, какие воины пополнят мою коллекцию. О, у нас новый четвероногий друг, и ещё рыцарь ордена мобильной пилорамы. Неплохо. Хотя неугодных всегда можно скормить нынешним чемпионом для увеличения экспы, чем я активно и пользуюсь. Ха-ха-ха. Кстати, Рейд совсем недавно выпустил огромное обновление для чемпионов, в котором перебалансировали более 20 героев, чтобы сделать битвы на ПВП-арине ещё более соревновательными. А также совсем скоро будет открыта новая локация Кузница, что позволит сэкономить время и сразу же начать создавать качественные арты. Так чего же ты ждёшь? Прямо сейчас переходи в описание, и только по моим ссылкам качай Рейд, и в качестве нового игрока получи 10 загадочных осколков, 50 рубинов, 100 тысяч серебряных монет, а также крутого чемпиона-ворожея в качестве бонуса. И поторопись, бонус будет доступен только в следующие 30 дней. Ну всё, ебошь. И в тот момент, когда зверя от смерти разделяет неторопливое гавканье Маркобеса, вдруг кто-то кастует телепорт, появляется чернокнижник, даёт каст на подчинение, и наёмники самовыпиливаются. Не успели мы отойти от шока, как к нам на пневме в комнату заезжает Маркус. Честно, я немного удивлён, как ему удалось выбраться из нары Стронглава без дешифратора, но сейчас надо думать о том, как освободить парней. Для начала Маркус предлагает разжиться шмотками, идём за ним. Маркус даёт ключ от помещения с оружием, и мы затариваемся как только можно. Принимаем решение разделиться. Ну правильно, вдвоём-то шансы выжить побольше. Маркус идёт, вызволяет ребят, а мы штурмовать наёмников, которые чилят на нашей базе. Разваливаем оккупантов и подходим к Шурупену. Шуруп благодарит нас за спасение и спрашивает про остальных. Мы его успокаиваем и говорим, что Маркус пошёл вызволять ребят. Тот советует идти и помочь ему, но правда без него. Он устал, его побили, да и время уже позднее. Нормальные люди спят уже. Не поспоришь. Идём на помощь. Мы взяли несколько наёмников в плен, но Тесаку и остальным удалось сбежать. В общем, беги к нам. Лютый хочет с тобой поговорить. Если они сбежали, то по-любому с дешифратором. Значит, дела наши плохи. Спускаемся парням, делимся инфой с Лютым. Принимаем решение остаться в этом бункере. Он всё же лучше дырява, сырая. Но для начала надо врубить тут свет. Поэтому надо сходить с Шурупом до одного места. Кто знает, как туда проникнуть и перезапустить трансформатор. Дверь оказалась хитро заперта, и открывается она только если просунуть голову между прутьев. Думаю, ты знаешь, как выглядит трансформаторная будка. Просто поверни рубильник и возвращайся. А, так тут рядом. Походу нет. Ух, сука! Мужик, у тебя два пулевых ранения. Ну ладно. В тоннеле оказался отряд долга, который так же, как и мы, угодил в ловушку. Но они сразу успокаиваются после того, как я им отвечаю, что просто проходил мимо, чтобы перезапустить трансформатор. Ну, обычное дело, ну. Их старший начинает грузить нас с ненужной болтовнёй, на что мы ему резко отвечаем. Мужик, я просто пришёл электричество включить, чё-то доебался до меня. Возвращаемся к Лютому. Свет, как горел по центру, так больше нигде и не появился. Но Лютого устраивает. Тот предлагает похоронить Кувалду. Что мы и делаем. Покойся с миром, Кувалда. Что-то, Рафлан, поминки затянулись. Возвращаемся к Лютому и выясняется, что за это время половина нашей группы заболела какой-то неведомой бякой. Вакцины всего две, а больных трое. Лютый, как настоящий лидер, сливается и предоставляет нам право нелёгкого выбора между Маркусом, Тесаком и Дуболомом. Спойлер в том, что выбора-то на самом деле и нет. Дуболом всё равно откажется от вакцины, объясняя это тем, что дожил до седых яиц и на этой земле его больше ничего не держат. Как хочешь, брат. Резак, держи витаминку. В лихорадочных поисках лекарства мы так и не успели попрощаться с Дуболомом перед тем, как он умер. Людый лишь передал нам от него записку. Зверь, если ты читаешь это, значит меня нет в живых. Мне трудно писать эти строчки печатными буквами, да и поперёк разлинейки на листе. Понимаю. Дуболом рад, что не разочаровался в нас как в надёжном человеке, несмотря на мутное прошлое, и пожелал всем выбраться из этой ловушки. Но трогательный момент прерывает долговский командир, который зовёт нас к себе в подвальчик. Он просит найти продовольствие для его отряда, самим же лень жопу поднять, да и зачем, когда есть гуманитарная помощь в виде одного наёмника. Находим им пожрать, этот генерал насыпает нам артефактов. И тут же просит помочь одному из его бойцов, тот потерял автомат. И мол, надо бы помочь работяге вернуть оружие. Подходим к бойцу, тот признаётся. Сейчас внимание, особенно проникнутся те, кто служил в армии. Я, ну в общем, его не потерял, а специально выбросил. Когда на меня напал кровосос, в бою у меня оружие заклинило, и счёт шёл на секунду. Я выхватил пистолет, дал ему в рожу пару выстрелов и убежал. А генералу в этом признаться стыдно, поэтому придумал легенду, что просто, мол, потерял оружие. Реальная история, наоборот, может как-то оправдать потерю оружия, а не слова. Ну бля, тач генерал, я потерял автомат. А, ну потерял, боец, бывает часть, придём, новый получишь. Соглашаемся помочь рядовому залупе. Блин, сказать командиру, что просто проебал автомат, а тот ещё суетится, чтобы нанять кого-нибудь этот автомат найти. Неудивительно, что долг развалился в итоге. Без особого труда находим автомат и возвращаем владельцу. Ну а солнышко, больше не теряй. Зверь, я поймал какой-то сигнал возле сарая. Ты недалеко от него. Сходи туда и узнаешь, что там творится. Ща проверим. А источником сигнала оказался дед лесник, который решил подразнить собак, но походу пранк вышел из-под контроля. Помогаем ему. Дед, как я, маленький детстве, представляет, наверное, что у него пулемёт в руках. Выясняется, что лесник словил наши запросы о помощи. И готов нас вызволить. У него есть артефакт-компас, поэтому для него пространственные ловушки не проблема. Вот это поймали удачу за хвост. Говорим леснику, что мы не одни, и тот просит показать дорогу к лагерю. Да без проблем. Доводим деда до убежища. Лютый берёт его на себя, а нас просит проверить ещё один сигнал. Ну давай. Находим бедолагу, которого явно что-то беспокоит. Скорее всего на нервной почве. На мои попытки привести его в чувство отвечает немнятными фразами. Единственное, что осталось более-менее понятным, так это просьба передать артефакт лысому, который нам отдаёт и потом пускает себе пулю у череп. А вот взял бы, выговорился бы, может быть и отпустило. Зверь, в подземелье творится что-то странное. Что там у вас? Кто-то пописал, надо горшок вынести. Спускаемся к долгу, и делая вывод из увиденного, понимаем, что случился небольшой конфуз. Генерал говорит, что пространственный пузырь теперь в этом тоннеле и не даёт выбраться. Один из его людей тронулся кукухой и всех перестрелял и сам застрелился. Он в западни и ждал нас целую неделю, хотя как, мы же шли буквально две минуты. Опять всякая черточина сваливается на нашу голову. Переживаем минус уши и прощаемся с генералом. Идём наверх, в надежде что наша группа нас ещё ждёт. Нам очень повезло, что дед пенсионер и не привык торопиться, хотя по его возбуждённому лицу заметно, что ждать он устал. Парня он вывел давно и ждал только нас и долговцев. Но так как с долгом всё понятно, то выходим из аномалии вдвоём. И знаете, да, мы оказываемся в какой-то тюрячке. Но к счастью, на пороге видим знакомого человека. Люто говорит, чтобы мы не волновались, а он попробует уладить вопрос о моём освобождении. Да, норм расклад из одной тюрьмы в другую. Интересуемся у сидельцев, как я тут оказался. И помимо дешёвых понтов, выуживаем информацию, что старший базы человек мутный и закинул нас сюда за наёмничью форму, так как никакого доверия к нам нет. Ну, логичный шаг на самом деле. Нам ничего не остаётся, как дожидаться утра. Выбираем рубероид помягче и ложимся спать. Да блин, сейчас обосусь. Ну что ещё надо? Не видишь, я занят. Подойди к решётке. Есть разговор. К нашему счастью, не без помощи лютого, нас выпускают из тюрячки, а также отдают снаряжение. В баре я нашёл лютео и перетёр с ним за обстановку. Все ребята ещё вчера свалили из заставы, но без Маркуса. Тот перед уходом пошёл искать нас, но сам не вернулся. Лютый же планирует немного побухать и дальше искать приключения на жопу. А ещё отдаём арт лысому, выполнив тем самым последнюю просьбу того бедолаги. Ну, вроде бы всё. Мы выбрались целыми и невредимыми, можно пускать титры. Но нет, главный заставы просит явиться к нему на разговор. Ставрит, так его зовут, говорит, чтобы я не сердился на него, что он посадил меня на бутылку, и извиняется. А также просит помощи в поиске человека, который по синей лавочке перерезал горло своему собутыльнику. Вот это по-нашему, по-славянски. Не, мужики, тут участкового вызывайте, пусть оформляет. Но шутки шутками, а найти этого лишу всё равно придётся. И не просто найти, а наказать. К тому же он до сих пор где-то здесь неподалёку. Эх, ничего без меня не можете. Вы позволите? Как любой нормальный человек, выходим в окно. Эй, наёмник, вижу тебя уже выпустили. Зайди ко мне, поговорить нужно. Срочно. Ну, раз срочно. Короче, бармен просит не валить левшу, а дать ему возможность объясниться, так как он не верит, что лучшие друзья могли докатиться до таких крайностей. Киваем гривой и уходим. И где же мне его искать, а? Куда бы я отправился после убийства товарища? Хм, в запой? В аномалию? В депутаты? Пошли вон, каличи! Чёрт, вас слишком дохера. Сука, отстаньте от меня. Вот будет смешно, если сейчас в надежде на спасение забегу за угол, а там отряд каких-нибудь фанатиков. Вот что вам от меня надо? Вот в каком месте я на жёлудь похож? Ну, что я могу сказать? Приятного аппетита. Спустя некоторое время я наткнулся на каких-то доходяк, и разобравшись с ними, в одном из помещений нашёл левшу, который, судя по всему, и прятался от бандосов. Тот говорит, что из-за такой простой ссоры не стал бы убивать лучшего друга, и вообще, брат за брата за основу взято. Подставили его из-за хабара, который они надыбали, а чтобы следы замести, подстроили это как убийство по синей движухе. Так, ну что тут сказать? Полностью оправдан. Жди здесь, я доставриды расскажу детали. Заваливаем на хутор, идём к бугру. Чётко понимаем, что значит выражение крутится как может. Есть какие-то вопросы ко мне? Да, какие тут вопросы теперь? Рассказываем Сайре, что левша, скорее всего, не причастен к убийству, и наверняка были ещё типы, которые заинтересованы в подобном раскладе. Ставрид принимает наши доводы и просит передать левше, чтобы тот возвращался в лагерь для серьёзного разговора. Ну естественно, мы, тряся колготками, летим до левши. К сожалению, с новостями вернулся я слишком поздно. Левшу закололи, пока он делал гимнастический мостик. Находим неподалёку орудие убийства, это охотничий нож. Тупое решение оставить вещь, по которой тебя могут узнать. Сообщаем Кильке, что левша теперь подковывает лапки небесным блохом. Тот злится, но на самом деле ему похуй. Заворотки шок у человека как-никак. Он также сообщает, что накануне убийства с ними бухали ещё два человека, и об этом лучше расспросить Распутина, поэтому идём к нему. Бармен по ножу сходу узнаёт, кто его хозяин, и говорит, что как раз химик сегодня в баре что-то бормотал про потерянный ножик, а потом, видимо, вспомнил и куда-то ушёл. Очевидно, что пошёл он к месту убийства. Что ж, идём за ним. Встречаем в ангаре химичку, показываем ему нож, и спешно отправляем его в утиль. Из КПК узнаём, что он из-за жажды наживы убил хромого, а потом и левшу. Но в его планы неожиданно вмешались мы, и всё пошло по одному месту. Идём с этой инфой к Ставриду. Награду он даёт нам петуха и пять косарей. Зверь прощается в надежде оставить их веселенькое место, но Ставрид объясняет, что один проход напичкан аномалиями, а проводника пока нету, а второй занят монолитовцами. Это я хорошо помню. Поэтому, хочешь не хочешь, а погостить тебе у нас здесь придётся. Поэтому он предлагает поспрашивать о заданиях Распутина. После всего пережитого я бы матрас давил пару недель. Какие нахер задания? Бармен просит достать один артефакт. Хер с ним, берём задания. Хотя постойте. Второй проход заняли монолитовцы. А что если им просто выписать пиздюли и спокойно пойти прочь подальше отсюда? Вот вам на закусочку монохромные. Быстро и без лишнего шума выкашиваем фанатиков. Ну, вы поняли, кто здесь батя? Без единой царап... В итоге, перебив всех монолитовцев, понимаем, что нас немножко наебали. Или широта зверя настолько ебёт, что не может пройти там, где проедет КАМАЗ. Ну, в таком случае пошли искать артефакты Распутину. Так, главное не свалиться с этой хреновины. Ну, главное не упал. Иди сюда, родной. Эй, мужик, ходи сюда, раз замор есть. Ага. Поговорите с моим адвокатом. Сдаём квест бармену и идём к Ставриду, так как у него к нам какое-то дело. Шпрота рассказывает, что на их лагерь планируют нападение бандосы, чтобы освободить своих кентов из тюрячки. Поэтому нам нужно устроить им горячую встречу, а мои навыки как раз бы им и пригодились. Соглашаемся и устраиваем беспощадный тир. Потом слушаем перехват по рации и повторяем то же самое. Миссия выполнена. Не успели мы пропить полученное вознаграждение, как на связь выходит командир отряда Свободы и просит нас подойти перетереть насчёт одного серьёзного дела. Слушай, наёмник, ты наверняка знаешь о большом отряде фанатиков недалеко отсюда. Ну да, было дело. Короче, он просит об устранении одного серьёзного ферзя из Монолита и мотивирует это тем, что это поспособствует ослаблению их влияния на данной территории. Свободовцы владеют информацией, что на фабрике планируется встреча лидеров группировки и ввиду строжайшей секретности охраны там будет по минимуму. Поэтому это наш шанс раз и навсегда покончить с их шишками. Отличный план, я бы так сказал, если бы не один маленький нюанс. Миклуха, понимая, что надо отыгрывать скрипты, даёт нам дебильное задание бежать в лагерь одиночек и запросить поддержку у Ставриды. Даже несмотря на то, что у Свободы режим бога. Ладно, скоро буду. Ставрид, там Свобода помощи просит, что скажешь? Ты чё, ебанутый? В принципе, ожидаемо. Проблема индейцев шерифа не колышет. Но зверь, конечно же, негодует. Ай-яй-яй, что же ты за человек такой, они же погибнут. Вот енотов сливай, дать погибнуть долговцу и спокойно смотреть на самоубийство сталкера это нормально. Но вот не помочь отряда Свободы, которые частенько пособничают бандосам. Да, это кошмар и бесчеловечно, да. Поэтому возвращаемся на место засады и застаем только кучу мёртвых тел. Снимаем смеклухи КПК и тащим его к технику, чтобы тот попробовал его расшифровать. Местный Кулебин без проблем готов взяться за расшифровку, однако он просит нас об одной услуге. Совсем недавно Петрович начал принимать сигнал о помощи закрытой частоты. И на днях о таком же сигнале ему рассказал одиночка, который обнаружил его на территории завода. Но самое интересное в том, что сигнал этот выходит как раз с того места, где висит пространственный пузырь. Поэтому имеет смысл установить в том месте передатчик с координатами. И не исключено, что он поможет выбраться тем бедолагам, которые туда попали. Хорошая мысль, учитывая то, что Маркус остался в пузыре. А если он поймает наш сигнал, то скорее всего может выбраться из ловушки. Добираемся до завода, ставим передатчик, вбиваем координаты и тут же появляется пространственный пузырь, который выплёвывает группу каких-то алкашей. Из разговора выясняется, что зверь с ними знаком, но жизненные обстоятельства сложились так, что вместо тёплого приветствия мы огребаем прикладом побудки. В себя мы приходим уже в лагере. Нас вытащил медик-одиночка, который был неподалёку. Сказал, что мы бредили и разговаривали с самим собой, а потом просто свалились в обморок. После чего раздался жуткий хохот и появился какой-то бич в плаще, который исчез после короткой очереди в его сторону. Ну всё понятно, опять про делги Стронглава. Или Стронглава. Хер его знает. Благодарим работягу за спасение жизни. Естественно, одного спасибо, NPC обычно и хватает. И выдвигаемся к Петровичу, чтобы узнать, как дела со взломом КПК. Тот отвечает, что не без проблем, но взломал его и отдал Ставриду. Тот нам всё в подробностях изложит, поэтому можешь идти к нему. Передаёте тут из рук в руки мои вещи. Ну да, ну да, пошёл я нахер. Ставрид рассказывает, что Петровичу не далось расшифровать все записи, но всё же они смогли надыбать полезную информацию. У Миклухи, оказывается, был запасной план, как выбить монолитовцев из заставы. А, то есть сейчас вам это вдруг стало интересно. План довольно-таки простой. Нужно взмаскироваться под монолитовцев, проникнуть на их базу и с помощью взрывчатки подорвать здание. Вот тут у меня пару вопросов. Первый. Каким образом подрыв заброшки повлияет на их решение оставить заставу и уйти прочь? На минуточку, монолит это фанатики. Если надо будет, они и на голой земле будут сражаться и спать. И второе. Я их же всех убил, чего вы, блядь, несёте? Но Ставрит нам отвечает. Чё ты такой умный? Ты читай то, что тебе дали, только с выражением и всё, блядь. И добавляет, что для маскировки надо где-то достать костюмы монолита. Действительно, где же их достать? Ума не приложу. Шпроточ говорит, что пробил по своим каналам одного торговца, который может намутить пару костюмов взамен на стволы SR3 Вихрь. А вот где найти это рожно никто не знает. Поэтому, пока мы будем сидеть и пердеть, ты, зверь, будешь бегать и искать данные пушки. Господа, ну кто бы сомневался. Я, как достойный представитель компании Арифлейм, обегал каждого доходягу, но никто не смог мне помочь с поиском данных стволов, пока меня случайно не подозвал один из сидельцев. Он говорит, что в курсе, что мы ищем и может нам помочь. Но для начала ему надо выбраться отсюда. Поэтому мы достаем ему ключ и под шумок выпускаем на волю, а тот нам приносит нужное оружие. И тут прямо-таки напрашивается одна цитата из фильма. Великолепный план, Уолтер. Надёжный, блядь, как швейцарские часы. Но делать нечего, говорим об этом со Ставридом, тот даёт нам ключ и предупреждает ребят, чтобы были наготове в случае подставы. Идём дожидаться ночи. Просыпаемся, относим ключ к братку, сами идём ждать его за домом. Он подползает, и мы уславливаемся встретиться завтра на территории старой школы, где он нам отдаст обещанное. Хорошо, до завтра. Делать нечего, идём спать. Как ни странно, но братки оказались людьми, которые крепко держат слово, и всё прошло как по маслу. Приносим пухи Ставриду, тот говорит, что удалось расшифровать ещё часть инфы из КПК, и оказывается, новых людей вооружения Монолиту доставляют через подземную лабораторию неподалёку. Но всё это потом, а пока надо дождаться костюмов и взорвать здание. Зверь, зайди ко мне, как появится свободная минута. Дело одно к тебе имеется. Чё там, тарелки помыть? Бармен рассказывает, что на заставу пришёл легендарный сталкер по кличке Хантер. У него есть какие-то дела, и он как раз-таки может нас вывезти отсюда. Больше ни слова. Благодарим Распутина и идём к этому Хантеру. Тот рассказывает, что пришёл сюда по заданию учёных. Ему надо выследить и убить очень необычную и опасную тварь, псевдоплоть. Несмотря на весь свой опыт, один он идти опасается, так как тварь может быть непредсказуемо и опасно, поэтому... Да не заёбуй, веди. Ну что там? Ну что, когда уходить будем? Хантер даёт нам немного денег, и говорит, что когда он будет выдвигаться, нам обязательно сообщит. Возвращаемся в лагерь. Ставрит говорит, что пришли шмотки, и со мной вместо Сологуба пойдёт Лютый. Уж очень сильно он рвался помочь. Перенастраиваем КПК на чистоту Монолита и выдвигаемся на диверсию. Да как вы заебали. Пока Лютый торгует хлебалом, мы лезем на второй этаж, чтобы заложить заряд, но... нас вырубают. В себя мы приходим на том же месте, где один из адептов рассказывает, что только благодаря воле Монолита мы ещё живы, так как тот приготовил для нас испытание. На карте указана точка, куда увели Лютого, и если мы хотим его спасти, то следует идти по координатам. На вопрос, что за цирк с конями, мне ответа никто не дал. Но зато сама игра тут предоставляет выбор. Либо мы идём вручать Лютого, либо можем на всё плюнуть и вернуться в лагерь, где вместе с Хантером направятся прочь из этого места. Так как я не приветствую петушиные поступки, то конечно же я всё шлю нахер и ухожу с проводником. Ну шучу, шучу. Сломя голову, летим в лабораторию спасать нашего корифунделя. Сразу же у входа меня встречают наёмники во главе с тесаком. Те начинают лечить зверя всякой чепухой, связанной с синдикатом и поливать его говном. Спрашиваем того, ты идиот? И быстренько пускаем в расход. Нашлись тут психологи. Дальше начинается нелёгкое путешествие через толпу кровососов. Мужики, дайте записать обзор, чёрт возьми. Спасибо. И доблестные отряды монолита. А ну лови лимончик. А, нормально. Пользуюсь случаем, передовый привет. Да когда же вы за конь... Ну достали. Фу. Блин, а газ затекла. А, ещё снимаем. Ааа. Справляемся с монолитом и в одном из помещений находим лютого с признаками явного душевного беспокойства. Тот говорит нам, что это всё ловушка стронглова и лучше бы рвать отсюда когти, пока не стало слишком поздно. После чего освоить счёты с жизнью. Этот парень вылазь. Мы продолжаем идти, сами точно не знаю куда, встречая на пути разную нечисть, в том числе и призраков, который наверняка является делом рук нашего антагониста. В тот момент, когда уже сложно понять разницу между видениями и реальностью, на пути у зверя попадается отшельник, которым мы встречали ещё пространственные аномалии. Он проливает свет на ситуацию, объясняя, что стронглов и мы нераздельны и, к сожалению, чтобы уничтожить эту сущность, придётся убить себя. А так как его цель это заполучение нашей материальной оболочки, то выбора, к сожалению, особо не остаётся. После чего говорит. Вот как его увидишь, вот так же сделай, как и я, и всё ништяк будет. Спасибо. Обнадёжил. Мы делаем глубокий вдох и идём навстречу неизведанному. Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх, кто смотрит в пропасть, но смотрит с гордостью в глазах. Эх, и здорово, что у тебя выходит, а? А, спасибо. Вот такая грустная концовка. Но это была всего лишь одна из трёх концовок пространственной аномалии. Теперь глянем и на другие. Вторая, как вы помните, может наступить, если положить болт на лютого и просто пойти прочь от этих мест вместе с Хантером. Правда, наш дорогой друг думает иначе, и мы приходим в себя в норе, где когда-то уже были с Маркусом. И, судя по всему, с нашим сознанием здорово поигрался Стронглав, запихнув нас в какую-то временную петлю. Третья концовка немного заморочен, и чтобы её получить, надо выполнить ряд условий. Условия первое. В норе не выдать себя Стронглаву. Второе. В третьей главе Давриду о побеге бандитов. И четвёртое. Отдать артефакт Серафим Лысому. Вы наверняка спросите, а какая связь? А я отвечу. Я хуй она! И вот при выполнении этих условий у нас появляется возможность встречи с диггерами в лаборатории. Это, кстати, как раз их голос и слышно в финальной сцене первой концовки. Там мы, кстати, встречаем Маркуса. Но по большому счёту всё складывается так же, как и во втором финале. Зверь опять оказывается в злосчастной норе, напротив него взволнованный Маркус и круг снова замыкается. Сколько это будет продолжаться, никому неизвестно. Сдастся ли зверь или найдёт способ прикончить тварь и тем самым разорвёт петлю? Нам не ясно. Ответ на этот вопрос так и остался незакрытым. Вот такой неплохой и трагичный мод я попробовал преподнести в непривычном формате. Надеюсь, вам понравилось. Что могу в целом сказать по пространственной аномалии? Как многие пишут, мод действительно хороший. Оптимизация, стабильность, озвучка, всё на высоком уровне. Конечно, есть недочёты. Мод легко можно пройти без прокачки стволов, денег и артефактов. Всё это барахло вообще не имеет большого смысла. Локации и сцены меняются довольно-таки быстро и на том же кордоне во флэшбеке вообще всякий фарм денег, пушек и так далее совершенно не нужен. Но помимо всего прочего и основной сюжет там никак не развивается. И это прям печально. Сама история хорошая, но подано не везде гладко и периодически провисает. Но делая поправку на то, что это мод, ругать как-то сильно проект не хочется. Заметно, что ребята вкладывали силы и душу в свою работу. Видно старание. На зачёт. Само собой, любителям сталкера к ознакомлению однозначно рекомендую. Хотя наверняка вы и без меня уже в него поиграли. Ну а теперь, раз уже мы разобрались с пространкой, то посоветуйте в комментариях ещё что-нибудь интересное, но желательно покороче, чтобы получилось влезть в один цельный ролик, как было с Толиком. Например, что-то неоднозначное, даже можно кринжовое, чтобы в рамках формата это было вообще огонь. А пока, если понравился ролик, поставь лайк, подписывайся на канал, если ещё этого не сделал и оставь комментарий со словами «Идиосинкразия транспарентного отождествления». Именно так я пойму, что вы больны наголу. Шучу, что вы досмотрели ролик до конца. А на связи был Бильярд. Увидимся в новых роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok